8,5 килограммов, 50 тысяч доз только синтетики изъяли полицейские у банды наркоторговцев. Этого хватило бы, чтобы подсадить на смертельную отраву всю молодёжь Абакана. Данная группа на территории республики Хакасия зашла в 2013 году. И с 2013 года стала уже активно оказывать на криминогенную ситуацию в республике, так как сбыт шёл бесконтактным способом, путём тайников-закладок. Преступный бизнес мог бы принести наркоторговцам до 50 миллионов рублей, но группировку вовремя разоплачили полицейские. В Хакасии и Красноярском крае в общем задержали 15 участников банды, продающие смерть. 7 человек арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. Сами понимаете, там нет потерпевшего. То есть официально у нас в деле мы никого не признём потерпевшего. Страдает здоровье населения. И в данном случае и наркоман-потребитель, и наркозбытчик заинтересованы, чтобы их связь, то есть вот эта сделка по приобретению наркотиков, осталась для правоохранителей неизвестной. Вот в этом сложность именно этого латентного вида преступности. Подробности о задержании и личностях наркоторговцев полицейские пока держат в тайне, дабы не навредить следствию. Известно, что молодые люди до 30 лет из Хакасии, Красноярского края, Кемеровской области продавали синтетику оптом и в розницу через интернет. При этом лично друг с другом участники группы знакомы не были. Но преступный бизнес сумели организовать на самом высоком уровне. В банде были свои лидеры, закладчики, операторы интернет-магазина. Сейчас против преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный избыт наркотиков». Также семерым лидерам банды предъявлено обвинение по факту организации преступного сообщества. Преступление серьёзное и предусматривает суровое наказание. Расследование дела о межрегиональной банде наркоторговцев продолжается. Не исключено, что появятся новые фигуранты, а значит и новые объёмы изъятого наркотика. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия. Дмитрий Парахин, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.